Истинным характерником, а для характерника самое святое – узы товарищества. Смелый Атаман был бессеребряником и аскетом, хотя и был женат. Враг для казака – дело святое, но вот влюбляться никак нельзя. Считалось, что если казак влюбляется, он теряет свою энергию, голову свою теряет. А это было опасно для жизни. И хотя многие казаки были женаты, женщин на культицу они не пускали. Это правило выполнялось всегда. Да, самым страшным врагом для характерника были отнюдь не татары и турки, а женщины. Характерник сражался, терял бдительность и магическую энергию, так необычную. А посмевший провести на сечь женщину, рисковал потерять голову в прямом смысле этого слова. По большей части характерники не женились. Их уделом была война. Но это было не строгое правило. Так у атамана-серков была жена – София. Ее удел был незавидным. Муж дома появлялся редко. Сыновей убили в боях. И саму Софию брали в заложницы, чтобы повлиять на непокорного атамана. Одиночество. Постоянное ожидание мужа. Такова была участь всех казачьих жен. Насечи казаки все делали сами. И оружие ковали, и горшки мастерили, и кашеварили. Ага. Ага.